В Тверской области появились первые жертвы гололёда. Утром в Вышнем Волочке на заснеженной дороге столкнулись два автомобиля. Повреждения незначительные. Очевидцы говорят, что ДТП произошло именно из-за гололёда. В связи с изменением погодных условий водители призывают быть более внимательными на проезжей части и, конечно, сменить резину. Алексей ещё ездит на летней резине. Когда мы спросили, почему, не растерялся и сказал, что автомобиль ему сам подскажет, когда стоит сменить резину на зимнюю. У меня в автомобиле стоит датчик, который мне сигнализирует о том, что необходимо переобуть резину. Сейчас он у меня начнёт работать постоянно, я поеду и переобуюсь. А первый сигнал уже был? Был. Сегодня. С учётом изменения погодных условий госавтоинспекция Тверской области посоветовала водителям начать готовиться к зимнему сезону. Для начала автовладельцам необходимо проверить состояние авто в целом и исправность световых приборов, стеклоочистителей, электропроводки и заряда аккумуляторов в частности. Также автолюбителям посоветовали перейти на зимнюю резину. В ночное время температура уходит на минус, соответственно, начинает появляться наледь, что очень опасно. И это наиболее опасное время года, когда люди после летнего периода ещё не адаптировались к более сложной дорожной обстановке, что приводит к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий. А вот Игорь уже ездит на шипованной резине. Автовладелец уверен, это вопрос безопасности. Рисковать попросту незачем. Безопасность, конечно, безопасность. Когда средняя солнечная температура не выше 6-7 градусов. Сотрудники ГАИ подчеркивают, что когда на дороге встречаются автомобили, на которых сменили резину, с теми у которых ещё летняя, то ситуация тоже складывается достаточно рискованная. Водитель, помимо того, что сменить шины с лета на зиму, рекомендуется ещё и принять так называемый зимний вид вождения. То есть соблюдать уже дистанцию, более ответственно относиться к метеорологическим условиям, то есть принимать решение, допустим, о торможении заранее. Кроме того, автомобилистов призвали быть осторожнее на дорогах, особенно при проезде мостов железнодорожных переездов на многоуровневых пересечениях проезжих частей и развязках. Пешеходам, в свою очередь, необходимо соблюдать правила дорожного движения и тоже быть очень внимательными.